Привет, друзья! Добро пожаловать на канал TimeSaver. В этом видео я расскажу вам про беспроводные ноды. Что это такое и зачем это вообще нужно? Если вы только начинаете работать во Fusion, возможно, беспроводные ноды вам и не нужны. Но если вы делаете уже достаточно сложные проекты, они вам точно пригодятся. Вот, например, такой проект. Сложная анимация планеты. Здесь использованы так называемые пассы, то есть композиция рендерится в несколько слоев. И у этих слоев используется общая камера и общий источник света. Вот источник света. А вот это камера. Как видите, камера подключена сразу к различным нодам Merge 4D. Из-за этого возникает много пересекающихся линий. Расположить все это так, чтобы линии не пересекались, очень сложно, а иногда практически невозможно. И это еще не самый сложный проект. Здесь использовано всего 4 пасса. А если у вас их 10, то это будет огромное количество пересекающихся линий. Заходим в реактор. Я показываю это все на примере Fusion Studio, но в DaVinci Resolve все работает точно так же. Открываете реактор. В строке поиска пишите Wireless. И вы увидите несколько беспроводных нод вот здесь. Я рекомендую поставить вам вот эту ноду Wireless Anything. Она наиболее свежая и поддерживает все виды нод во Fusion. 3D, материалы и так далее. Устанавливаете Wireless Anything. Перезагружаете Fusion. И теперь я вам покажу, как использовать. Добавляете ее как обычную ноду. В окне Data Type выбираете тип. Если вы используете ее для подключения картинок или видео, используйте Image. Если для подключения масок, соответственно, маски. Если вы работаете в 3D и используете, например, 3D-камеру или 3D-освещение, вы выбираете режим 3D. Если вы подключаете какие-то материалы, вы используете режим Materials. И если вы используете частицы, соответственно, Particles. В данном случае мне нужно 3D. Я хочу подключить вот эту камеру вот к этим... ко всем моим пасам. Я беру, выделяю ноду Wireless Anything. И перетаскиваю камеру в это окно. Сразу могу нажать Rename from Source. Теперь у меня вот эта нода принимает сигнал вот с этой камеры. И я ее подключаю вот сюда. А этот линк можно убирать. Нажимаем Ctrl-C, копируем эту беспроводную ноду. Перетаскиваем ее вот сюда. Опять же, перетаскиваем камеру в окошко. Нажимаем Rename from Source. Подключаем ее сюда. А это подключение можем убирать. То же самое проделываем с остальными пасами, куда приходит эта камера. Вот так, видите? Теперь эта камера подключена беспроводными нодами. Вы можете расположить ее где угодно. Она не будет мешаться, и линии не будут пересекаться. То же самое можно проделывать с освещением, с чем угодно. Вот так проект выглядит после использования беспроводных нод. Давайте я вам еще раз объясню, что такое пасы. Это различные части картинки, которые рендерятся отдельно. Вот, смотрите. Это сама планета. Это атмосфера. Это Такой вот эффект атмосферного свечения. Воздушного. А это ночная часть планеты. Они объединяются уже после рендера нодами Merge. Обычными в 2D пространстве. Вся анимация управляется одной общей камерой и одним общим источником света. Вот отсюда, сверху, слева. Которые подключены по беспроводному каналу. Практически Wi-Fi. Точно так же вы можете подключить все, что угодно. Материалы, частицы, картинки по беспроводным нодам. Например, можно взять все вот эти исходные изображения планеты, текстуры и собрать их в одном месте и подключить беспроводными нодами. Вот такая крутая штука, эти беспроводные ноды. Пользуйтесь на здоровье. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь. Если есть возможность, поддержите меня на Патреоне. С вами был Санчес и канал TimeSaver. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok